Представляем вашему вниманию обзорки Яи V6 и тест-драйв на немецком автобане на нашем канале с Томасом. Лучше ли он, чем его родной брат, Hyundai Nik 5, или это лучший электромобиль на рынке на данный момент? Давайте разбираться, начинаем. Мы хотели бы поблагодарить дилерский центр Heinen в Германии за предоставленный автомобиль. Они нам ничего не платили, я просто хотел бы отблагодарить их, потому что они действительно хорошие ребята, так что ищите ссылку в описании видео и в закрепленном комментарии. Давайте посмотрим на него. Фары спереди стандартные светодиодные, с опциональными двойными светодиодами, которые вы можете видеть здесь, а также классные дневные ходовые огни. Это комплектация GT Line, что означает другой стиль и более спортивную атмосферу в нижней части. В противном случае вы бы получили более изогнутую переднюю решетку в нижней части. Более спортивные акценты по бокам, а также этот нижний элемент. В целом, очень крутая и аккуратная внешность. Новый фирменный логотип. И разве красный цвет не отлично сочетается с автомобилем? Длина составляет 4 метра и 68 сантиметров. Что интересно, Hyundai IONIQ 5 использует ту же платформу и технологии. EV6 имеет чуть более короткую колесную базу, но чуть большую общую длину. На самом деле, это незначительные нюансы, однако тест-драйв будет очень интересным. Кроме того, скоро вы увидите обзор салона, в котором я сравню Kia EV6 и IONIQ 5. Колеса в данном случае на 19 дюймов, вам также стоит выбрать их. Почему? Я расскажу позже, во время вождения. GT-версия самая мощная, также может быть заказана с колесами на 21 либо на 22 дюйма в качестве опции. Представленный сегодня автомобиль с задним приводом. Полный привод с двумя электромоторами также доступен, а GT имеет два электромотора и больше всего лошадей. Также доступны два варианта батарей, 58 или 77 кВт-часов. Сегодня у нас более емкая батарея. Кроме того, учитывая общую дальность хода, рекомендуется выбирать более емкую батарею. И снова очень обтекаемый стиль в боковом профиле. Благодаря такой задней части он немного более аэродинамичный, чем IONIQ 5. Присутствует несколько парящих элементов, здесь ярко выражена область задних крыльев. У нас также есть адаптивные дверные ручки, которые задвигаются или выдвигаются в зависимости от того, открыт или закрыт автомобиль. Посмотрите на заднюю часть со световой полосой, очень интересно выглядит. В нижней части уникальный дизайн и безусловно очень чистый. И опять же нижняя часть GT Line со спортивными черными акцентами. Что касается ускорения, то с маленькой батареей и задним электромотором, а значит, только задним приводом, вы разгонитесь до 100 км в час за 8,5 секунд. С большой батареей и задним приводом можно разогнаться за 5,2 секунды, а с полным приводом в комплектации GT за 3,5 секунды. Кстати, имеется функция дистанционной парковки, с помощью ключа вы можете фактически двигать автомобиль. То есть вы держите кнопку вперед и автомобиль двигается. Как видите, я не за рулем. И вы можете выкатить его, скажем, с парковки, когда там очень узко, то же самое справедливо и для движения назад. Это очень крутая функция. Как далеко вы готовы продвинуться? Давайте поставим его в удобное для обзора положение. Главное, не задеть Porsche. Кстати, как это работает? Сначала вы должны нажать и удерживать эту кнопку. Прежде чем автомобиль заведется, затем вы нажимаете одну из этих двух кнопок. У меня не всегда срабатывает с первого раза. Это случалось с автомобилями Hyundai и с Genesis. Иногда приходится пробовать несколько раз, и автомобиль должен быть заранее закрыт. Интересно, что спрятано здесь. Крышка для зарядки, это довольно круто, не так ли? Кроме того, здесь есть индикатор заряда, это здорово, здесь используется зарядка 11 киловаттами переменного и 240 киловатт постоянного тока. Таким образом, вы можете зарядиться с 10 до 80 процентов менее чем за 20 минут. Правда, только если батарея уже нагрелась во время езды на автомобиле по трассе. Кроме того, к автомобилю нужно подключить адаптер, в результате получается своего рода обратная зарядка. Вы вставляете его сюда, затем вот эта крышка. Вы можете воткнуть обычный кабель. Так что вы можете заряжать здесь любое свое оборудование. Например, походное снаряжение, что угодно, например, зарядка батареи для фотоаппарата. Без сомнения, очень крутое решение. Чтобы его можно было вытащить, нужно сначала сделать это с внутренней стороны передней двери, затем нажать кнопку, а потом вытащить. Дверные ручки. Когда вы закрываете автомобиль, ручка задвигается, а когда открываете, двигается навстречу. Довольно надежно. А звук закрытия дверей солидный. Что касается внутренней части, она мягкая, но не слишком. На самом деле, здесь немного мягче для ваших локтей. Органы управления зеркалами и другими функциями довольно традиционные. Салон выглядит очень аккуратным и приятным. Подробнее о двойном экране чуть позже. Кроме того, здесь используются интересные материалы. Структурированный материал высокого качества, рулевое колесо в виде открытых спиц. Здесь по-прежнему есть механические кнопки, которые я обожаю. Здесь нет сенсорных кнопок. Вы должны помнить о хэштеге «сенсорное разочарование» с нашего канала. Но здесь ничего подобного нет. Также есть селектор режимов движения, далее сидения. Здесь они имеют двухцветную компоновку, в данном случае они отделаны микрофиброй. Они, на самом деле, самые удобные и комфортные. Кроме того, их можно охлаждать. В итоге, лучшая летняя компоновка микрофибра плюс охлаждение, это просто фантастика. Они бывают разных цветов, как показано, например, здесь, в конфигураторе для Америки. Вы можете выбрать между светлым и черным кожеменителем. Также возможны комбинации черного и белого, или белого и черного. Также доступна микрофибра. В GT можно установить ковшеобразные сидения. В Германии также доступно тканевое сидение начального уровня. Хорошей новостью является то, что весь салон не содержит кожи животных и сделан из экологически чистых материалов. Ни одно животное не пострадало, это то, чего стоит ожидать, и это даже лучше, чем в IONIQ 5. В IONIQ 5 нет возможности выбрать роль безнатуральной кожи. Кроме того, в версиях IONIQ 5 для Евросоюза использовалась кожа животных, а в этой версии этого нет. В Америке IONIQ 5 имеет кожзаменитель, но на всех рынках сидения полностью кожаные. Так что в этом отношении автомобиль заслуживает похвалы. Материалы очень изысканные и высококачественные. Опять же, сидение из микрофибры будет самым удобным. Однако поверхности и заменителя кожи действительно высококлассные. И если вы хотите иметь этот эффект скольжения или что-то в этом роде, или вам нравится это больше с визуальной точки зрения, то это тоже вполне нормально. При росте 186 см остается достаточно места для головы. Это очень удобная посадка, и сидение немного удобнее, чем в IONIQ 5, может быть, чуть-чуть. В IONIQ 5 также есть сидение для отдыха с дополнительным упором для ваших икроножных мышц. Но у вас здесь есть что-то похожее. Итак, если вы используете эту кнопку здесь, в нижней зоне, у вас не будет этой особой. По крайней мере, у вас есть это лежачее положение. Обзор салона с аккуратной атмосферой, более подробная информация о двойном экране чуть позже. Здесь снова можно увидеть эту структуру, это круто. Кроме того, очень интересная нижняя консоль. Руль перемещается вверх и вниз, вперед и назад очень плавно. А эти лепестки регулируют рекуперацию, подробнее об этом во время тест-драйва. И цифровые приборы с правой стороны, дальность хода, с левой скорость. Конечно, сейчас батарея заряжена всего на 62%. Более того, показатель расхода может быть ниже. Это свойственный для зимы показатель с более частыми разгонами. Ранее средний расход был немного ниже, скоро больше информации о дальности хода. Здесь есть несколько пунктов меню, однако здесь мало что можно сделать. Стиль немного меняется в зависимости от режимов вождения, как, например, здесь, в спортивном режиме. Также имеется проекционный дисплей, который легко читается. И это здорово, во время съемки этого не видно, но из-за моего положения головы и того, как настроен руль, я часто вижу спидометр вот так. То есть он наполовину перекрывается рулем, поэтому я предпочитаю проверять скорость на проекционном дисплее. И подогрев руля очень хороший, до самого верха, что делает руль очень приятным и комфортным зимой. Переходим к экрану, это очень современный автомобиль. А экран обычный, но ощущается так, как будто он устарел на пару лет. Здесь также есть цифровое меню климата, но на самом деле оно вам не нужно. Я скоро объясню почему, что касается GPS и карты. Я думаю, что они немного разочаровывают. Все устарело по сравнению с тем, что на самом деле может предоставить этот автомобиль. В отличие от Tesla Model Y и Ford Mustang Machia, у которых крутые информационно-развлекательные системы, здесь такого нет. Поэтому обычно вы выбираете PL CarPlay или Android Auto. Кстати, это крутой ремикс? Нет, он создавал звуки только для BMW. Дело в том, что здесь хорошая аудиосистема, приятно послушать. Затем интересная нижняя зона. Прежде всего, здесь есть немного окружающего освещения. А потом я обычно оставляю все так. У вас по-прежнему есть физическая ручка управления климатической установкой. Да, даже с двумя зонами здесь все отлично, это действительно здорово. Вы также можете активировать и деактивировать кондиционер здесь. А это дополнительный обогрев непосредственно от батареи. Он требует энергии, но иногда бывает необходим зимой. Тем не менее, автомобиль поставляется с тепловым насосом. Как вы знаете, это уменьшает дальность хода зимой. Затем вы можете нажать на эту, либо верхнюю кнопку. Затем все здесь меняется. И затем у вас есть это меню горячих клавиш для таких вещей, как настройка навигации или прочее. А эта рукаетка становится регулятором громкости. Однако я хочу сказать, что это классная и интересная идея иметь обе функции. Я с нетерпением жду ваших мыслей по этому поводу, но я обычно так и оставляю. Почему? Я хочу иметь возможность управлять температурой и громкостью. Я могу это делать также на руле. Когда у меня есть Apple CarPlay или Android Auto в информационно-развлекательной системе. Я использую их для всего сна. И мне не нужны горячие клавиши прямо здесь. Так что для меня это все, и я больше не буду использовать эффект переключения. Вы можете увидеть, как он переключается, выглядит довольно забавно. Охлаждение сидений и подогрев руля для зимы также легко управляется, что действительно здорово и, кстати, экономично. Экономичнее использовать подогрев руля и подогрев сидений, чем обогревать весь автомобиль. Это кнопка старт-стоп, а переключатель передач для автоматической коробки передач. Что касается нижней части центральной консоли, здесь есть порты для зарядки, а затем вот эта открытая область. И у меня есть кабель, длинный кабель, который проходит здесь, и для него есть специальные держатели прямо здесь. Вы можете видеть это, я поместил сюда свой смартфон. На самом деле он находится на индуктивной зарядной площадке, но я не использую ее, потому что для CarPlay и Android Auto все равно нужен кабель. А с помощью кабеля телефон заряжается быстрее. Затем адаптивные подстаканники, поэтому я обратил пристальное внимание на детали. Это индуктивная зарядная площадка, которую я не использую, потому что у меня есть кабельное подключение, центрального тоннеля нет, очень хорошо используется эта электрическая платформа. Так и должно быть, здесь у нас также есть приятная черно-белая отделка микрофиброй. Однако общивка задних дверей жесткая, здесь много места. Посмотрите, сколько у меня здесь места для ног. И это габариты среднеразмерного автомобиля. Длина сравнима, например, с Mercedes MC-класса. И это действительно удивительно, я бы сказал, что посадка сзади не самая лучшая. Вы можете видеть, что угол наклона моих коленей не самый лучший. При моем росте хватает пространства для головы, так что у вас много места. Посадка нормальная, но не идеальная. Давайте назовем это так. Вы можете легко пересесть сюда. В настоящее время это сидение немного отодвинуто назад. Тем не менее, вы можете посадить сюда троих взрослых. Крепление для детских кресел на внешней стороне каждого сидения. Вы также можете изменить угол наклона сидения, сделав его более вертикальным или опустить еще немного. В центре находятся подстаканники, хотя они не адаптивные. Багажный вмещает около 500 литров. Он похож на багажник IONIQ 5. Длина здесь едва достигает метра или 40 дюймов. И ширина здесь также около метра или 40 дюймов. Общая высота вот здесь составляет примерно 70 сантиметров или 28 дюймов. Тележка едва помещается здесь по вертикали, но все-таки помещается. Эта шторка также здесь помещается, так что все в порядке. У вас также есть легкий доступ к багажнику. Здесь можно хранить зарядный кабель. И что еще лучше, я дотянусь сюда. Таким образом, вы можете опустить сидение, а затем загружать вещи очень просто. Как вы видите, они складываются в очень ровную поверхность. Кстати, они также фиксируются, затем вы можете сложить их снова. Для этого вам понадобятся две руки, и у нас есть передний багажник. Видите, здесь газовые упоры, а вот и дополнительная крышка. Она на самом деле вполне годится для зарядных кабелей и тому подобного. Итак, примерно 50 литров.